господа спасибо за урок ну мы так начинаем всего хорошего инверсия кто-то здоровается кто-то за урок благодарит не господа мы только хором можем дик спасибо за урок либо здрасте потому что от этого зависит направление занятия либо в сторону так сказать получения знаний либо в сторону отдачи знаний обратно мне просто мне же нужно как-то готовиться к занятиям либо я опять же прихожу сюда со знаниями подготовлены чтобы вам передать либо я прихожу сюда соответственно без знаний и начинаю их получать в процессе проведения занятия вода руслан и вам спасибо было здорово итак мы продолжаем жизнерадостно а иначе собственно и никак изучать тригонометры только жизнерадостно вообще мало кто знает знает мало кто знает но в переводе с древнего вавилонского тригонометрия это жизнерадостность вот три означает жизнь тригу гонометрия означает короче чет не в ту степень в общем к сегодняшнему нашему разу я подсчитывал так сказать историю возникновения тригонометрия некоторых понятий прошлый раз я считаю что мы с вами так сказать не до погрузились в основные понятия явлением даже скал тригонометрия напоминать что тригонометрия это наука изучающие углы и чё с ними происходит ну как бы изначально вот прошлый раз мы с вами разобрали синусы косинусы это хорошо это полезно надеюсь дзв успешно проделали вычитаю круги и переходя через и пополам и трипи пополам в обе стороны вот а сегодня мы немного откатимся назад но я надеюсь в конце занятия наоборот перепрыгнем вперед через уровень познаний прошлого урока и так мы вернемся аж к вопросу такому фундаментальному многие не осознают и так и живут всю жизнь не понимая а чем же нам вот так помешали градусы как мера измерения угла и нам зачем-то нужно было перейти к радианам вот на этом вопрос это будет первый вопрос нашей сегодняшней встречи действительно сложно сказать в чем проблема почему если если кто-то когда-то договорился что вот круг можно поделить на вот такие вот засечки количестве 360 штук и мы в общем успешно этим пользуемся согласитесь когда мы берем транспортир для того чтобы измерить угол там как раз нас никаких радианов нет и более того когда мы говорим что весь круг 360 градусов это 2 пи радиан становится еще более непонятно был у нас круг который делили на 360 частей но мы забегая вперед с вами знаем уже да что такое пи это 3,14 хотя на самом деле это иррациональное число являющиеся бесконечным и не периодическим то мы пришли от 360 6 целом 28 сотым радианом и надо делить круг не на части как бы целые а вот на эти какие-то 6,28 неудобно до ужаса тем не менее но как нами положено отвечать на подобные вопросы вообще в любом разделе науки значит для чего-то это было удобно и вот вопрос 1 а почему вообще круг разделен на 360 градусов почему бы не поделить его на приятное число например на 100 или на 1000 или даже 50 кажется удобнее чем 360 вопрос хороший и на сказать сложный во первых однозначного прям однозначного ответа на этот вопрос я почитал не понял что нет но есть естественно версии которые вполне является жизнеспособными значит изучали окружности параметры связанные параметры окружности изучали еще с древних древних времен а именно такие народности такая народность как шумеры и их ну практически их современники это древний вавилон и пользовались они 60 ричные системы исчисления что значит это значит что они считали от 1 до 59 точно также как считали мы потом получали соответственно следующее число 60 и начинали заново то есть говорили 60 и 1 60 и 2 и так доходили до соответственно следующего разряда которые считали ну 660 в квадрате или 3600 ну и соответственно все как у нас вот сотней то есть или даже с десятком мы доходим до сотни начинаем новую сотню так они доходили до 60 считали новую шестидесятню можно так выразиться соответственно с чем это было связано было это связано безусловно с тем что благодаря вот этим древним таким не не совсем точным измерением природных явлений год вавилоняне делили на 360 дней не как мы сейчас на 365 и более того там еще и кусочек остается который за четыре года набегает таким большим что из него можно сделать один дополнительный день в високосном году то есть наш нынешний земной год это 365,25 или 1 четверть дня это во первых а во вторых что на мой взгляд еще более даже любопытно почему не поделить круг на привык ну окей как бы вавилоняне делали так но это их дела их проблем мы все-таки живем в другом измерении можно сказать пользуемся десятиричной системы чтобы нам не делить круг на 10 или на 100 но 10 вроде мало хотя мало то есть 10 частей сложно изучить круг как мы уже посмотрели с вами по таблице синусов и косинусов маловато будет углов разделим на 100 и тут и возникает первая сложность если посмотреть на число 100 и разбить его на простые множители давайте разобьем это очень быстро поделим на 2 вас получится 50 поделим еще на 2 получится 25 поделим на 5 потому что 25 делится только на 5 но и останется 5 итак вот простые множители и теперь мы можем легко и просто посчитать а на какое количество целых частей можно тогда разбивать круг у которого вся окружность это 100 градусов ну и оказывается что мы можем разделить его на две части ну то есть на делители вот все делители этого числа на две части на четыре части на 10 частей можем на 20 частей можем на 25 частей можем осталось пятьдесят частей но и соответственно 100 частей подри чаю то есть иными словами всего 7 но еще можно сказать до целый круг вот есть такого 8 всего лишь измерений по По той таблице, которую вы получили, синусов, косинусов и иже с ними, где мы там разбиваем круг, ну, на дробные части, как раз это вот и связано с тем, какие простые множители есть у числа 360. Это 2, осталось 180, это еще 2, осталось 90, это еще 2, осталось 45. 45 нацело у нас делится на что? На 5, ну, давайте на 3, да, на самый простой множитель осталось 15, еще на 3 и осталось 5. Ну, и с вашего позволения, я не буду перечислять все множители, ну, вернее, вот эти вот целые части, на которые можно разбить круг, разделенный изначально на 360 частей. Ну, их тут просто много, и они более мелкие. То есть, видите, мы здесь очень быстро приходим к тому, что круг можно делить на 10 частей. А нам бы вообще хотелось бы, ну, какой-то такой более плавный градиент. И вот в случае такого разбиения получается 2, 4, 6, а, 2, 4, 5, 6, ну, собственно, ладно, начал перечислять. 2, 3, 4, 5, 6, что там дальше-то? 8, 9, 10. Ну, чувствуете, да? С очень небольшим шагом. И это очень удобно. То есть, круг, который разделен на 360 градусов, мы легко разделим на 2 части, на 3, на 4, на 5, на 6. То есть, чувствуете, почти на все порядковые такие вот числительные. Ну, на 7 не можем, ну, и ладно. Так оказалось, что 360 – удобное, очень удобное число. Вот. Более того, поскольку, тут надо упомянуть еще один факт, еще древние, соответственно, и в Древнем Вавилоне, и в Древнем Египте, и, собственно, шумеры задавались вопросом, тем самым, на который мы уже ответили в прошлый раз, как связана длина окружности с диаметром. Мы в прошлый раз как раз и выяснили, что число π есть отношение длины окружности к диаметру. Ну, это мы сейчас знаем, что число π – бесконечное, непериодическое число. А у древних были проблемы с этим. Ну, типа, калькулятора нет, вычислительных машин нет, понимания того, что вообще существуют иррациональные числа нет. Представьте, что все, что вы знаете – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, больше ничего не знаете. Ни дробей, ни нулей, ни отрицательных, ни корней, ничего не знаете. А вам хочется посчитать, как вот соотносится длина окружности и диаметры. Более того, вы чувствуете, что каждый раз, какую бы окружность ни бери, с каким угодно диаметром, все время это число вроде как примерно одно и то же. Возникает, естественно, стремление обозвать это магией чисел. Ну, так вот. И понимаете, если мы помним, да, что у шумеров и вавилонян 60-ричная система, ну, и они попытались вписать, ну, собственно, не просто попытались, а прямо вписали, в окружность правильный шестиугольник, изучая свойства окружности, пытаясь, так сказать, понять, как все-таки соотносится длина окружности и диаметр, ну, или радиус. И свойство шестиугольника, правильного вписанного в окружность, заключается в том, что если провести радиусы до каждой из вершин, сейчас-то уж мы с вами это знаем прям железобетонно, то получается шесть не просто каких-то треугольников, даже неравнобедренных, а, собственно, равносторонних. Ну, почему? Сейчас мы знаем, что вот это вот называется центральным углом, что дуга, на которую он опирается, 60 градусов. Ну, и раз это 60, а это радиусы, то и это 60, а значит, и это радиус. Ну, и понимаете, опять удобно совпало, что вот этот угол в 60 градусов – это как раз то самое максимальное число для этих самых вавилонян, как для нас вот 100 удобное число. Ну, а это мы порешили. Все это звучит очень здорово, 360 прекрасно, и именно по этой причине мы с вами до определенного возраста и пользуемся только этим, этой градусной мерой. Неплохо справлялись. В геометрии, честно говоря, мы вообще так и продолжаем пользоваться градусной мерой. И вдруг оказывается, что нужно переводить эти градусы в какие-то там радианы. Задаемся вопросом, а что ж такое тогда один радиан, и зачем вообще его ввели? Ну, все просто. В математике очень, очень, я вот сейчас по пути сюда встретил двоих, очень они не любят, когда в любой теории, описывающей какое-либо умозаключение, наблюдение, появляется человеческий фактор. Ну, действительно, окружности вокруг нас в природе есть. Мы так смотрим, вон, вон, вон окружность. А чисел вот этих самых там 100, 300, да сколько угодно. И самое главное, что мы их не видим, это мы их выдумали для некоторого удобства. Яркое тому доказательство, потому что когда человеку понадобилось что-то описывать иррациональным числом, он легко сделал это иррациональное число, ввел его в обиход. Когда понадобились комплексные числа для удобства, которых тоже как бы не существует в реальной жизни, мы не считаем комплексными числами, тоже, пожалуйста, ввели. То есть человек что хочет, какое исчисление принять для удобства, такое принимает. И вот математики это очень не любят. Они любят, когда мы исследуем какой-нибудь объект только через свойства самого этого объекта. И у окружности нет свойств разделяться на 360, на 250 частей. Нет. Она готова разделиться на то количество частей, которые мы ей предложим. Но если задуматься о том, какие свойства есть у самой окружности, вне зависимости от нас, то мы недолго будем перечислять эти свойства. Это, собственно, радиус, ну или диаметр. И это длина окружности. И больше нету. Дальше это уже все следствие. Зная эти параметры, можно посчитать длину, площадь окружности, там как бы представить ее размеры. Но изначально только эти параметры. Так вот и подумали, что какие бы мы окружности ни брали, для каких задач, ну, образно, если мы берем маленькую окружность, прям маленькую такую окружность, то ее очень неудобно разбивать на 360 частей. Ну вот рукой, так? Неудобно. Маленькая она. Представляете, здесь 360 штрихов поставить. Неудобно. Ну и как бы вот математики как раз это и не одобряют, что мол, а давайте тогда, если окружность маленькая, то будем ее делить на 6 частей, потому что нам так удобно. Неприятно. А если окружность, наоборот, огромная, то давайте там не 360 деления, а 3600 деления, ну, чтобы еще точнее было. Вот, но тем не менее, как бы тогда нам сопоставлять все известные окружности, маленькие, большие, средние, тем более большие, средние и маленькие, это все относительно, как бы это для меня это маленькая окружность, для микробы это огромная окружность, он там только что занялся разделением ее на 360 тысяч градусов, потому что он маленький, время у него много, и размеры позволяют. Ну вот, а чтобы окружности все были универсальны, удобно привязаться, как я уже сказал, к параметру, связанному с любой окружностью. Ну, сейчас мы даже с вами понимаем, что для того, чтобы узнать длину окружности, нам достаточно знать радиус. И действительно, для того, чтобы прочертить окружность по заказу, все, что вам нужно спросить, дайте радиус. Тогда вы, ну, как циркуль устроен, ставите одну ножку циркуля в некую точку, выставляете этот радиус, и раз окружность готова. Так вот, одним радианом, углом, назван такой угол, вот я его заранее уже вам рисую, ну, то есть еще не зная, какая его градусная мера, вот он этот угол, выбранный таким образом, чтобы длина дуги, вот этой, равнялась радиусу, ну, в сантиметрах, в метрах. То есть вот это радиус, вот это радиус, и вот эта дуга тоже радиус. Это и есть один радиан. И чувствуете, этот угол будет таким всегда, в любой окружности, потому что неважно, какой выбран радиус, этот угол построен по общим закономерностям, без привязки к тому, какую задачу мы решаем, какая перед нами окружность, на сколько деление ее делить. Это универсальное деление любой окружности. Ну, дальше возникает вопрос, а чему тогда этот угол равен? Значит, ну, как вы, я думаю, не только от меня в прошлый раз слышали, с этим самым числом π мучения длились, ну, десятки веков, между древним Вавилоном и Египтом, 35 веков. И все эти 35 веков было непонятно, так все-таки чему равно соотношение длины окружности к диаметру. Пытались, ну, можете себе представить, я не знаю, миллионы или миллиарды даже попыток разделить окружность, ну, взяв какую-то веревку, сделав из нее окружность, разделить ее на такое количество частей, которое бы с каким-то коэффициентом укладывалось в диаметр. Все никак не получалось, не получалось, не получалось. Все ближе и ближе подходили к истинному значению, но, смотрите, какое количество людей, такое количество тысячелетий пытались вывести по факту бесконечное число. То есть все эти попытки были заранее обречены на провал. Они бы никогда не получили конечное число, связанное с... связывающее длину окружности и диаметр. Ну вот. И когда мы эти самые... Ну, чисто геометрическим построением, что как раз очень удобно, строим вот этот угол в один радиан. Ну, это там просто. Мы радиус замерили рулеткой, отрезали такую же нить, вот провели дугу. То есть мы можем построить этот угол, более того, без привязки к какому-либо числу π. Остается понять, откуда π тогда берется. Почему мы говорим, что окружность 2π? Нам сказали, что это радиан, вот он один. Ну так давайте 360 поделим на измеренную величину этого угла в градусах, ну и как бы узнаем, сколько их там будет. Так мы, в общем, практически так и сделаем. Мы нарисуем еще один, то есть пойдем дальше по окружности. Нарисуем еще один радиан. Теперь появился угол в 2 радиана. Нарисуем еще один. Появился угол в 3 радиана. Проводим диаметр. Вот так вот проводим. Вот он. И что мы видим? Что вот в эту полуокружность влезло 3 радиана. Целых 3 радиана. Но, как и положено, любой уважающейся окружности, ну и естественно остался вот этот кусочек, вот такой кусочек, который оказался не покрытым этими самыми радианами. Ну и угадайте, какую часть радиана этот самый кусочек занимает. Это вам вопрос, это я не себе. Это может быть наша фишечка спасибо за урок писать в начале занятия привела к тому, что мы приходим, благодарим за урок и расходимся. Вот что категорически нам не подходит. Ну, господа, соображайте, а то одну треть от радиана. Вот первый радиан. Вот второй. Вот третий. То есть в 180 градусов привычных нам в плейну окружности попало 3 радиана. И кусочек остался. Чему же равен этот кусочек? Какой частью одного полноценного радиана он является? Сейчас вот это вот. Вот. Это 3 радиана. 1 пи. Непонятно. 1,6 от радиана. Только не от радианы, а от радиана. Это он, радиан. 1,20 радиана. Господа, откуда вы это берете? 3 пи. Ну, гад. Ну, слушайте, ну, мы же с вами вроде как уже знаем, что 180 градусов это пи, угол. В прошлый раз мы как бы это как постулат приняли и все. Пи это количество радиан. То есть 3,14. Ну и так далее. Но нам только до сотых важно. То есть вот прям в штуках 3,14 радиана. Да, вот верно. Вот эта самая часть оказалась естественно равной 0,14. Ну и как там дальше в числе пи? 15, 9, 2, 6 и так далее. Десятичная часть числа пи. Ну вот как бы и получилось, что 180 градусов это 3,14 радиана. То есть опять всплыло число пи. Мы как бы не хотели, чтобы оно появлялось, но оно появилось. Изначально-то оно взялось, видите, там где длина окружности и диаметр. Причем тут этот самый уголок, как он соотносится с радианом. А вот собственно магия числа пи, как говорят. Оно таким же образом всплывает вообще очень много где. Поэтому числу пи очевидно надо будет посвящать отдельную лекцию и радоваться этой самой лекции, потому что чего только там не происходит. Знаете ли вы, что, например, отношение длины реки, любой, отношение длины реки, любой, к, ну, река, она обычно как-то вот так вот, да, вот плывет без спроса, вот, течет точнее. Знаете ли вы, что вот длина траектории этой руки? Руки, руки, реки, к кратчайшему расстоянию между истоком и устьем равна примерно пи у любой реки. Тоже забавно. Ну, тут в принципе, наверное, можно понять, да, даже как это происходит, потому что можно разбить все, всю вот эту траекторию на такие вот кусочки, которые напоминают полуокружности. Ну, и будет все время получаться отношение такой полуокружности к диаметру. Ну, и просуммировав все это по всей реке, получится примерно пи. И таких примеров масса. Пи возникает вне зависимости от нас. Пи – это связь, ну, да, да, безусловно. Ну, вот. Ну, чё, ребят, понятно, что такое радиан и почему он введен в обиход? Доступней, мне кажется, не получится. Один радиан, повторюсь еще раз, это угол из двух радиусов, между которыми лежит дуга длиной такой же, как радиус. Стираю тогда. Но если есть вопросы, пишите. и пока понятно если что пересмотрим запись вот и математики пересмотрели запись угла не в градусах а в радианах и вы пересмотреть ну вот значит соответственно ваша задача и для чего это вообще делаю того чтобы четко поняли что вот эти вот углы всякие пина 3 пина 6 это числа это такие же штуки как градусы то есть какая-то единица измерения вот и четко осознавали что например какая-нибудь такая вот запись вот синус 17 что это 17 это не не абы что а это количество вот этих вот радиан ну хочется искать радианов так в русском языке вы решили не так говорить это число это не градуса если это градус это запись соответственно синус 17 градусов тогда мы как бы говорим что мы ищем синус угла измеряемого в градусах а здесь синус угла измеряемого в радианах но это это как бы угол и одновременно число потому что синус это некоторый математический оператор который производит определенные действия с числом напоминаю да что все идет ноги растут из прямоугольного треугольника вот он некоторый угол и этот угол вы не поверите может быть 17 не градусов а 17 радиан рисунку он конечно не соответствует потому что если вся окружность то есть 360 градусов это 2 пи радиан то есть 6 и 28 этих самых радиан то вы сами понимаете что 17 это угол который почти равен трем окружностям то есть почти 1000 там с чем-то градусов но такая запись она я как бы принципиально говорю что это тоже угол просто в радианах можно даже подписать для себя самого 17 радиан чтоб не сбивалась толку это важно понять потому что знаете легко подловить вот скажем написав синус пи на 3 градусов как вам задача можно или нельзя так мы привыкли к тому что нас вот просят все время находить синус и на 3 а если тут значок градусов стоит меняет ли это хоть как-то поставленную задачу дну никак нам как надо было найти синус числа то есть угла так и надо просто в первом случае раз это градусы да то может даже вот так вот в скобки брать то вот это вот пи на 3 мы уже к этому пи относимся просто как числу к иррациональному как корень из 3 например ровно то же самое ну и просто вспоминаем что раз пи это чуть больше трех то синус пи на 3 градусов это примерно синус одного градуса но мы же там это у каждого угла да есть свое значение финансы так вот этот угол это запись это один градус пи здесь выступать просто как обычное рациональное число а здесь она выступает как количество радиан то есть на самом деле по-хорошему можно было бы писать вот так вот найдите синус угла пи на 3 радиан но так договорились не писать тоже это странно все время писать рад 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 хотя рад все время но писать неудобным поэтому это синус 60 градусов переводить из пи и из радиан в градусы из градусов радиан как раз можно вот из этой записи ну и даже из еще более удобный что 180 градусов этапе радиан тогда не знаю 47 градусов это сколько но надо составить пропорцию как 180 относятся к 47 так пи относятся к этому углу который мы ищем ну и вот мы выводим общую формулу что угол x это 47 пи делить на 180 может даже эти градусы тут поставить или если 47 это произвольный угол то это альфа в градусах на пи делить на 180 градусов тривиально но на всякий случай до чтобы вот закрепить вот тоже самое косинус там не знаю четырех градусов вас смущать не должен это уже прям готовая запись этого отличие от первого примера это кольца с такого маленького угла а косинус числа 4 это не просто число 4 а это косинус угла в 4 радиана то есть значение у них не будут одинаково разные вот так вот значит таблицу мы прошлый раз вроде как с вами освоили то есть если учить таблицу синусов косинусов тангенсов и катангенсов то я вчера прикинул надо выучить 68 значений мы с вами в прошлый раз обсудили как вы как бы запомнить все как вывести получить значение всех этих генетических функций запомнив 5 значений но соответственно выбирайте либо 68 либо 5 там кому как удобней я пока не встречал того удобнее запомнить 68 чисел время тает вернемся еще раз прошлый раз уже вроде как затрагивали этот вопрос к понятию стирания с доски шоу ничего не мешал мы Спасибо. Итак, есть один, еще один. Есть еще один очень нетривиальный вопрос. Такой прям не на поверхности он лежит. Лично я, как в школе не понимал, в учебнике написано «не было, преподаватель учитель молчал». Это серьезным образом отразилось на моей психике. Долгие годы я думал, как так может быть. Понимаете, сначала нам говорят, там еще в средней школе, что, к примеру, синус. Понятие синуса появляется из прямоугольного треугольника. И говорят, что синус альфа, синус угла альфа, это отношение противодержащего катета к гипотенузе. Вроде понять несложно, но легко придумать задачу, где это удобно. Где удобно не каждый раз обсчитывать конкретный треугольник, а просто один раз составить таблицу. Измерили угол тем же транспортиром, узнали синус. Ну и как бы это такая появляется, такая удобная характеристика треугольника. Замечательно. То же самое с косинусом, тангенсом, катангенсом. Чудо. Кстати, то, что косинус появился спустя приличное время после появления синуса, это как раз вот и отражает суть, что синуса было долгое время достаточно. Решал он все нужные прикладные задачи. Так вот вопрос. Если этот самый синус, понятие синуса угла возникает из обычного треугольника, где вот эти вот все а, b и c числа принадлежат множеству действительных чисел вещественных, 1, 1, 2, 17, корень из 2, любое число, которым можно обозначить длину, измерив длину, то каким же образом получается так, что если альфа, ну, допустим, в случае синуса, равно 210 градусов, то синус этого угла меньше нуля. Да. Ну, как это? Мы же только что сказали, синус это отношение вполне реальных вещей, длин треугольника, длин сторон треугольника. И вдруг у нас синусы становятся отрицательными. Более того, еще более вводящая в заблуждение тема, если мы напишем косинус альфа, который, как вы знаете, отношение прилежащего катета к гипотенузе, то если в первом случае, в случае синуса, 210 градусов, это угол все-таки вот такой вот, ну, то есть к треугольнику как-то слабо имеет отношение на первый взгляд, то если взять косинус и взять угол, допустим, в 120 градусов, то это угол, который реально есть в треугольнике. Можно построить такой, как называют его, тупоугольный треугольник. Обычный, будем называть его вещественный, привычный треугольник. Тогда каким-то образом еще и косинус этого угла становится меньше нуля. Еще раз логика. Косинус это отношение сторон в прямоугольном треугольнике, но если мы ищем косинус тупого угла, то этот косинус становится отрицательным. Разве могут быть стороны треугольника, хотя бы одна из них, отрицательны? Чувствуете, какой глубокий философский вопрос? И вот эту связку обычно вот мне в школьном примере не провели. Ну, при чем тут тогда? Потому что это разные косинусы. Не бывает же отрицательных сторон. Катя должен идти влево. И чего? Не, ну смотрите, вот треугольник с углом 120 градусов. Вот он. Похоже? Похоже. У него тоже есть эти самые стороны, там, не знаю, А, Б, С. Найдите такое соотношение между этими сторонами, А, Б, С, измерив их линейкой, чтобы косинус, который является отношением каких-либо из этих сторон, даже неважно каких, был отрицательным. Здесь, понимаете, Аман, дело не в том, что мы уходим куда-то влево или вправо, а мы, ну, сдаем логичный вопрос. Вот определение косинуса – это соотношение сторон. Вон треугольник. Любое соотношение сторон в этом треугольнике положительно, а косинус угла альфа в этом треугольнике отрицательный. Немножко беда. Это я даю вам паузу переварить вновь поступившую. Странноватую информацию. Там в треугольнике же нет гипотенузы и катетов. Что на что делить? По какому принципу стороны обозначать? Ведослав, вы абсолютно правы, я это уже сказал. Но любое соотношение А к Б, Б к А, А к Ц, Ц к Б, любое, оно не может быть отрицательным. Но направление мысли верное. Ну, как бы, даже не направление мысли, а комментарий. Определение косинуса или синуса, или тангенса, или катангенса. Вот видите, вы сразу у меня теорему косинуса вбахаете. А это все следствие, понимаете, все следствие. Что там делать с этими косинусами в треугольнике, где нет угла в 90 градусов. Поэтому отправная точка, я надеюсь, вы согласны, да, что вопрос очень любопытный. По определению точно положительный, на практике еще и бывает отрицательный. Еще и каким-то образом бывает углов, которые, в принципе, в треугольнике существовать не могут. Потому что сумма углов в треугольнике, уж с этим-то вы не поспорите, она не может превышать 180 градусов. Так вот, на самом деле, эта теорема косинусов как следствие, она как раз и позволяет рождать вот эти вот отрицательные косинусы. Но они не имеют, можно сказать, никакой связи с изначально введенным понятием косинус. Вот так вот бывает. Почему потом вдруг в старшей школе оказывается, что мы больше не считаем отношения катетов. То есть перестаем изучать синусы и косинусы как функции углов. Реально перестаем. Начинаем графики строить какие-то. Почему это? Почему так происходит? Когда мы строим график функции y равно синус x, Я напомню, пока на качественном уровне, что это вот такой график. Где тут эти самые углы, про которые мы только что говорили, аж 40 минут? Где-то там градусы, радианы. Давайте зададимся вопросом. Вот y – это нечто, что получается в результате подсчета синус. Ну, допустим, вот если синус π на 3, то y равен, в таком случае, корень из 3 на 2. Здесь все в порядке. Это следует из определения самого синуса из прямоугольного треугольника. Это значит, что противолежащий катет а равен корню из 3, а гипотенуза равна 2. Но в прямоугольном треугольнике, откуда изначально сам синус и родился вместе с остальными тригонометрическими функциями, у этого угла альфа есть вполне конкретное ограничение по смыслу. Он может меняться в пределах только от 0 до 90 градусов. Причем, видите, знаки еще и строгие. То есть не может равняться 0 и не может равняться 90. Иначе просто треугольник схлопывается в прямую или в точку. 90 градусов, напомню, это π пополам. Что такое треугольник с углом альфа? Вот этот треугольник с углом альфа почти равный 0 градусам. Ну, я, естественно, схематично. Это какой-то вот такой вот треугольник с очень маленьким углом альфа. А с углом 90 градусов, это, соответственно, какой-то вот такой вот треугольник. Здесь, видите, угол альфа почти 90 градусов. Подумаем о том, какой синус в этом случае у первого угла, очень малого. Вот этот противолежащий катет, он стремится к нулю, очень маленький. А вот гипотенуза. В этом случае вот этот противолежащий катет, он стремится, уже нельзя сказать, к нулю. Он стремится к чему? Он стремится к гипотенузе. Правильно? Ну, типа, еще чуть-чуть, треугольник схлопнется, и катет а станет равен гипотенузе С. Вот. Здесь отношение а к С стремится к нулю. Здесь а к С стремится к единице. А теперь вспоминаем, что такое угол. Угол мы перевели с вами в радианы, а радианы – это просто числа. Вот и получается, что когда мы с вами идем от некого угла, я даже это не буду пока называть иксом, а назову углом альфа, потому что это, ну, исходя из прямоугольного треугольника, то вот мы, доходя до Пи пополам, до 90 градусов, проходим все значения от нуля до единицы. Дальше мы начинаем размышлять, а чему может быть равен синус угла в пределах. Вот дальше идем, да, по прямой, от Пи пополам до Пи, то есть от 90 до 180. Это значит, что угол будет уже тупой. Вот мы прошли Пи пополам, вот появился этот самый угол. Дальше математики делают такой довод. Они перестают обозначать этот угол альфа и говорят, пускай, не в треугольнике, в смысле, а вот в синусе, больше мы не будем говорить синус альфа. Мы будем альфой обзывать все время один и тот же угол от нуля до 90 градусов, все время будем называть его малый угол. А вот этот вот аргумент синуса или косинуса будем называть углом Фи. И таким образом угол Фи – это всегда какое-то количество этих самых Пи, ну, мол, если мы двигаемся по окружности, и плюс угол альфа. Так можно представить реально любой угол Фи. То есть, чтобы все время была какая-то часть, ну, даже я вот так бы сказал, часть этих четвертей и плюс угол, который точно не больше 90 градусов. Ну, вот, соответственно, мы быстро находим здесь вот этот маленький угол. Смотрим также на угол вот этот и проводим ему симметричный. Ну, то есть этот, если это угол альфа, то вот этот стал Пи пополам минус альфа. Дальше проводим ему симметричный в первой четверти, где как раз реально удобно строить тот самый привычный прямоугольный треугольник. Ну, и вспоминаем, что синус по-прежнему отношение противолежащего катета к гипотенузе. А значит, синус вот этого угла будет ровно такой же, как синус вот этого угла, так же Акция. А значит, занимаясь расчетом синуса больших углов, мы будем все так же делить противоположный катет на гипотенузу. Но значение при этом, смотрите в круг, будет уменьшаться от единицы до нуля. На этом, на этом точка, то есть дальше в отрицательную область залезть мы не можем. Но, как только мы начинаем изучать треугольники на предмет теоремы синусов и косинусов, которые мы вынуждены, чтобы, так сказать, хоть немного вырубиться в то, что происходит при построении графика синуса или косинуса, мы должны забежать вперед. И чисто из геометрических соображений теоремы синусов и теоремы косинусов выводятся. И для того, чтобы далее обсчитывать углы, но не в том уже смысле, что это углы треугольника, а что это соотношение каких-то чисел, ведь здесь, да, что синус – это соотношение чисел, связанных с углом. Но числа же могут относиться одно к другому не только применительно к треугольникам и к их сторонам, а вообще, в принципе, в жизни. Там, не знаю, длина математического маятника к, не знаю, там, ко времени колебания. Все что угодно можно соотнести, любую дробь составить. И вот именно это соотношение, которое является постоянным для любой тригонометрической функции, и определяет синус и косинус. И оно может быть отрицательным, потому что это угол в прямоугольном треугольнике не может быть определен через отрицательные стороны. Но в других областях человеческой деятельности может определен, может искомая величина быть определена отрицательной. Ну, так и появляется вот эта самая функция. Ну, из этого всего можно сделать один очень важный вывод. Как в случае синуса, так и в случае косинуса. Значение его может лежать только в интервале от единицы, от минус единицы, да, плюс единицы. Не может синус какого-нибудь угла, не знаю, синус 11,5, напоминает радианы. Не может он равняться, ну, например, 1,3. Не может. Я думаю, ну, надеюсь, что вы почувствовали, почему за единицу он вывалиться не может. Вот из этих вот маленьких треугольников, поскольку это отношение противолежащего катета к гипотенузе, изначально, по определению синуса, то противолежащий катет он не может превышать гипотенузу, ну, никак не может. Поэтому, как бы, в максимуме он будет равен единице. С тангенсом и катангенсом, соответственно, как вы понимаете, не так. Вот в этом треугольнике, в изначальном, тангенс – это отношение А к Б, а катангенс – Б к А. Ну, и теперь, вот опять же, к этим маленьким треугольникам. А может быть от нуля до плюс бесконечности, и Б может быть от нуля до плюс бесконечности. Ну, любыми числами вещественными. Ну, соответственно, когда мы делим вещественные числа одно на другое, мы можем получать, опять же, любое число. Ну, в случае, если они положительные, можем получать от нуля до плюс бесконечности. Дальше, соответственно, идет такая же логика размышления, отвлекаясь уже от треугольника. а что там происходило с синусами и косинусами вот этих вот больших углов, которые уже не имеют никакого отношения к треугольнику, и становится понятно, что в этом представлении вот эти стороны, но не в треугольнике, а в понятии тангенсы, могут быть еще и отрицательными. И значит, повторяя логику, которую я только что озвучил, эти стороны могут быть еще и от нуля до минус бесконечности. Ну, я надеюсь, вы чувствуете, что сторонами я называю не стороны треугольника, а вот эти вот гипотетические стороны, определяющие синусы, косинусы, тангенсы и катангенсы в других задачах прикладных, где надо найти какое-то соотношение. Вот, поэтому важно запомнить, что тангенс и катангенс лежат в пределах от минус бесконечности, да плюс бесконечности. Итак, господа, ну, пересмотрите все то, что я рассказывал и подумайте. Если вы это все один раз поймете, учить ничего не придется. Ни в коем случае не стройте понимание через вот это вот, мы пошли влево по оси Х, пошли вправо по оси Х, вверх, вниз. Не существует в природе никаких осей Х, и не может направление оси являться первопричиной странного поведения функций, которые ввел сам человек. Ну, а мы с вами увидимся на дополнительном задании, где продолжим разбирать тригонометрические закономерности. Нарисуем там графики тангенса и катангенса, синуса и косинуса. Узнаем, что такое арк-функции, без которых невозможно. Ну, и начнем выводить пару основных, прям самых основных тригонометрических формул, которых, знаете, учебник открываешь, их там на три листа, а это, говорят, выучить, а выучить это невозможно. Так вот, чтобы не учить, мы их с вами и будем выводить. Благодарю за внимание, терпение вам, потому что это все, но требует пропускания через себя, безусловно, это сложно. Здравствуйте!